Всем привет, это БытьИнди! Сегодня я подготовил для вас ТОП-10 лучших игр за июль 2022 года. Надеюсь, вы обязательно найдете для себя что-то интересное. Буду рад твоему лайку и подписке на канал. Приятного просмотра! SC Proxy – твинстик шутер в сеттинге киберпанка. Игра имеет небольшую продолжительность 3-5 часов, высокую сложность и динамику игрового процесса. Но в данном проекте не все так просто, практически с каждой его составляющей. SC Proxy стартует с небольшого уровня обучения, где игроку показывают основные механики и дают почувствовать темп игры. Каждый персонаж в SC Proxy обладает своими сильными и слабыми сторонами, а также набором уникальных способностей. Игроки смогут находить для них дополнительные снаряжения, в том числе секретные, исследуя уровни. Помимо боев в помещениях, в игре есть несколько боссов, сражения с использованием техники и динамичные схватки на автомобилях. Разработчики утверждают, что в SC Proxy глубокая и запутанная история, наполненная многочисленными скрытыми деталями. Тем не менее, авторы сделали основной упор на геймплее, а также добавили в игру повышенную сложность. Endelin Extinction is Forever – увлекательное приключение с видом сбоку, в которое вам нужно помочь в последней взрослой лисе на земле. Ей нужно привести трех своих детенышей в безопасное место и по пути попытаться выжить в суровом футуристическом мире. В этой приключенческой стелс-игре вы будете пересекать полные опасности и безжизненные просторы, чтобы достичь единственного места на земле, где люди не причинят вам вреда. Действия игры в основном происходят ночью, чтобы показать естественное поведение лис и подчеркнуть контраст тихого, но умирающего мира с той угрозой, которую люди представляют собой в течение дня. В пути вы будете охотиться на других животных, чтобы прокормить лисят, а также обучать их новым способностям, чтобы они не попались хищникам. Erbix City Builder – это градостроительный симулятор, который не позволит вам проскочить важные моменты развития города. В этом градостроительном симуляторе вы будете обустраивать различные районы и возводить парки, библиотеки, фермы, электростанции, магазины и другие здания. В игре нет денег, так как все приходится строить за счет ресурсов, которых в проекте более 30 видов. Вам также удастся позаботиться о жителях города, открыть продвинутые сооружения и прогуляться по улицам мегаполиса. Например, чтобы построить университет и повысить образование населения своего города, вам изначально нужно построить школу, и это только небольшой пример того, как вам предстоит развивать свой город. Все взаимосвязано, и начинать вы будете с небольших одноэтажных зданий. Первое, о чем вам стоит позаботиться, это добыча самых необходимых ресурсов. Вы можете строить элитные дома, повышая качество жизни своих жителей, но это крайне затратно по ресурсам и требует хорошо развитую промышленность с оттоком денег о других важных проектов. В Airbag City Builder все взаимосвязано и нет неправильных решений, есть только город, который вы строите. Монумент Вали 2 Вам нужно с точки А пройти в точку Б, но проблема в том, что перед вами странные архитектурные сооружения, которые вам предстоит изменить, прибегая к визуальным иллюзиям. Все это завораживает, а порой просто выносит мозг, в хорошем понимании. Panoramic Edition – это специальная версия, включающая все дополнения, а также улучшенный визуальный стиль, специально проработанный, чтобы играть на компьютере, так как проект изначально разрабатывался для мобильных устройств. Клан Фолк – увлекательный симулятор жизни с видом сверху, действие которого разворачивается в горной местности средневековой Шотландии. По мере прохождения вам предстоит выживать и развивать поселение своего клана. Каждая плитка на карте имеет свое назначение, и то, где вы размещаете свое поселение и как вы его строите, действительно имеет значение. Самой большой угрозой для вашего клана будет сама природа, и хотя поначалу еды будет много, а ночи будут теплыми, по мере смены сезонов ресурсы будут истощаться и тщательное планирование станет критически важным. Пережить первую зиму будет непросто. Превратите голую землю в место, достойное называться домом. Передавайте знания о выживании из поколения в поколение. Каждая собранная веточка, каждое срубленное дерево открывает новые идеи и технологии, улучшающие жизнь клана. Клан Фолк – это игра о жизни и семье. Ведите клан сквозь поколение и испытайте на себе жизнь шотландского сагогория. Мэдисон – психологический хоррор с видом от первого лица. Вам предстоит играть за луку и пережить адские пытки Мэдисон – демона, который заставляет вас совершать чудовищные вещи для продолжения многолетнего кровавого ритуала. Удастся ли вам завершить этот зловещий обряд? Многие игровые механики в игре завязаны на взаимодействии с фотоаппаратом. В ходе прохождения предстоит делать и проявлять снимки. Соедините мир живых с потусторонним миром с помощью фотоаппарата мгновенной печати. Делайте снимки и проявляйте их. Решайте головоломки, исследуйте огромный жуткий дом, но самое главное – выживите. Среди особенностей вас ожидает красивая графика и высококачественный 3D-звук, который позволит еще больше погрузиться во внутриигровую атмосферу. Ghost Watchers – кооперативный хоррор, в котором любители острых ощущений посещают завещие заброшенные здания и пытаются найти и поймать обитающих в них призраков. Это крайне опасное развлечение, ведь кроме душ самоубийц, там обитают призраки различных демонов, например, вампиров, которые и после смерти могут напасть на человека и высосать всю его кровь до последней капельки. В режиме кооператива исследуют объекты 4 человека, которым противостоят 10 видов различных призраков. На вооружении игроков 20 точных инструментов, с помощью которых можно найти все улики и определить ауру привидения. Перед поимкой призрака необходимо изучить, определить его пол, возраст и причину смерти. Некоторые привидения очень опасны и вполне могут превратиться в охотников. Nekrosmith – это симулятор некроманта с непрямым управлением, где вам нужно собирать мертвецов из разных частей тел и улучшать свою башню. У вас есть центральная башня, которая придает вам сил и открывает новые возможности, если ее улучшать. Ваша задача – из различных добытых частей костей собирать нежить. Две руки, две ноги, туловище и голова – вот и все, что вам нужно, чтобы наделить нежить жизнью. Проблема в том, что какие бы вы способности не давали нежити, она остается крайне тупой. Действует самостоятельно и определенно глупо. Чтобы исправить этот недостаток и лучше расправляться с врагами, находите и вселяйтесь в избранных. Поверьте, это залог вашего успеха. Свободные от забегов, в игре присутствуют элементы рогалика, время можно посвятить прокачке навыков и общению с котиком. Power Wash Simulator – это симулятор управления клининговой компанией со штатом шустрых мойщиков из шести человек. Главная обязанность мойщиков заключается в направлении струи воды на грязное пятно, будь то пол дома, улицы или корпусов автомобилей. В грязном городке всегда найдется работа. Сегодня нас вызывают чистить полы в детском саду, а завтра отмывать от грязи огромное колесо обозрения. Процесс менеджмента прост и построен на прогрессии опыта. За каждый выполненный заказ мы получаем деньги и тратим их на покупку мощных средств, стиральных машин, форсунок для водяных пушек и так далее. Выполнять задания можно в кооперативной группе из шести игроков, распределяя обязанности и выполняя тот или иной заказ. Не стоит забывать о безопасности, иначе сильное давление воды может принести неприятности. Повы Вож Симулейта хвалят за расслабляющий геймплей и атмосферу умиротворения, однако в шумном кооперативе вся магия исчезает. Стрей – захватывающее приключение с видом от третьего лица в сеттинге киберпанка. В центре сюжета – потерявшийся одинокий котик, которому предстоит найти дорогу домой и выбраться из города, населенного роботами. Игра поделена на две секции и постоянно их чередует. Первая – самая глобальная. Каждый из трех городов и одной мини-общины представляет собой хаб-локации. По размерам они довольно внушительные, а исследовать их можно вдоль и поперек. Дополнительные квесты в них тоже присутствуют, но в дозированном количестве, что на самом деле радует. Вторая – это вылазки. Здесь не так много разнообразия. Это полностью линейные зоны, где мы решаем элементарные пространственные пазлы. Бегаем от врагов или реже сражаемся с ними. Эти локации самые мрачные и темные, что создает сильный контраст после ярких неоновых городов. Отмечу, что в игре нет какого-то челленджа или вызова игроку, а проиграть тут можно разве что, если совсем уж расслабиться. Сказал бы я, не будь здесь стелл сетапа ближе к концу игры. Он затянут, сделан скучно и попросту раздражает. Стараемся не попасть под лучи летающих камер дроидов, вставая за разные объекты или прячась в кустах. По сравнению с динамичными погонями, неожиданный стелс немного выбивает из ритма, и вдвойне это неприятно, когда история начинает набирать обороты, двигаясь к развязке. Но из глобальных недостатков – это все, что я могу отметить. Понятно, что игра не идеальна, но и рассчитана она не на слишком притязательную аудиторию. С виду Stray похожа на классический платформер, но на деле это квест-адвенчура, а в самой игре даже нет классического направляемого прыжка. Вместо него у нас контекстные анимации, направляешь камеру на нужный объект, и загорается кнопка прыжка. Я бы сказал, что это создает импрессивный опыт, ведь было бы очень сложно балансировать вручную на каких-то узких поверхностях, а у кота с этим проблем быть очевидно не должно. Задания в игре однотипные, а их интерес приправляется залипательным разговором с роботами. Здесь даются классические задачки, из-за которых, собственно, жанр квестов и умер в свое время, то бишь, миллион подквестов, чтобы добыть главный предмет квеста, условно. Такого здесь достаточно, и это даже в основном сюжете, не только в побочках. Если вы любопытный, как и я, и тщательно исследуете локацию, то вы сможете добыть все необходимые предметы для выполнения задач еще до того, как об этом попросит сама игра. И вот этот дух исследования на самом деле очень вдохновляет. Ты прямо ощущаешь себя реальным котом, который в каждую дырку залезет ради какой-нибудь простой безделушки. И игра даже отреагирует на это уникальными диалогами, если вы подготовились заранее. Строение от маркеров, журнала заданий или карты. Интерфейс максимально прост и ограничен, показывая только интерактивные кнопки. Ну а робот-компаньон выполняет также и роль инвентаря, и напоминалки основной цели. Довольно удобное сочетание, не портящее погружение. А погружению здесь помогает довольно насыщенный и проработанный лор мира роботов. Да что там, даже их языки были написаны осознанно. Игроки уже успели сделать алфавит для перевода оригинального языка андроидов. В заключении хотел бы рассказать, почему Стрейд так западает в душу. Даже если ты не кошатник, история потерявшего вчером мире кота и сопровождающего его робота умудряется трогать струнки души. Особенно, когда мы больше узнаем о его прошлом. А иной взгляд на философию души и лор игры в целом очень увлекательно собирать по кусочкам. Ведь что как не робот, который размышляет о том, останется ли он с собой, если заменит все свои части тела, дает пищу для размышлений. Вот такой получился насыщенный и интересный топ. Пишите в комментариях, какая игра понравилась больше. И в телеграме голосуйте, какую подборку игр сделать в следующий раз.